То есть, типа, ну, по факту, да, если сатанист придет в церковь, ну, допустим, вот просто вот, ну, вот его посетит такая мысль. Он неплохой человек, он просто верит в сатану, то есть, да, типа, вот, ну, есть же сатанисты нормальные люди, то есть, типа, да, просто они вот, ну, как-то вот выбирают такую веру себе. Если сатанист придет в церковь и захочет покреститься, допустим, то есть его когда покрестит, его Бог простит за то, что он был сатанист всю жизнь свою. Простит. Такого греха нет на земле. Только один есть грех, который не прощается. Хула на Духа Святого. А что он означает? Вы можете спросить, а потом отвечу. Когда зайдете по скайпу, мне время тратить нет времени. У меня все это отвечено. У меня там на сайте только я отвечаю сохранившиеся вопросы в песенном виде. 4124. 4124. Скажите, вы Википедию знаете? Ну, я знаю, что такое Википедия. Ну, а целую Википедию, как я могу? Ну, хорошо. Википедии, напишите. Википедия Игнатия Лапкина. Вы поймете, с кем говорите. И вам будет легче разговаривать. Вы мне будете верить на 100%. Игнатий Лапкин? Да. Сначала напишите Википедия. Прямо сейчас сразу. Я попозже напишу чуть-чуть. Нет, значит, вы потеряли друга. Все тогда. Я уже знаю. Сразу, если человек не сделал, то не будет. У вас в такой встрече больше не будет. Я напишу. Я вам честное слово говорю. Я напишу вот. Звонок. Тогда, когда вы в скайпе увидите, у меня 12 специальностей, по которым я живу сейчас 84 года. И вы поймете, моя биография одна на весь интернет такая. Ее нет такой. Ее нельзя составить. Это круто. Вы легенда, получается. Да, так и есть. Фильмы государственные сняты, которые заняли первое место в России. Там эпизодически, которые первое место в мире. У меня вышло только 38 томов книг, как писатель. 38 томов по 752 страницы. Как у поэта, у меня в прошедшем году изданы 4 тома. Каждый том 885 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. И это я все даю вам даром. 80 стихотворений положено на музыку и исполняются в интернете. О, я музыку, кстати, делаю. Вот как раз мы друг друга и нашли. Слушайте, а еще вот вопрос такой. Смотрите. Если, допустим, человек не верит в Бога. То есть он не верит ни в Сатану, ни в Бога. Вот он атеист, получается. Он умирает. И вот что? Его за это в ад сошлют, если он не верил? Он же не видел. То есть нет доказательств. Ну вот не может человек поверить. Вот он упертый, как баран, допустим. Он не верит. И вот после смерти он, допустим, приходит ко Христу, получается. Что он его, типа, ну... Если он при жизни этой, на земле живя, вот на этой жизни, не обратился к Богу, не раскаялся, а раскаяться, может, в последние минуты, но на это надеяться не приходится. Господь простит, если это искренно. Почему? Разбойник на Христе рядом. Один хурил Христа, а другой говорит, мы по делам получили распятые со Христом. Помяни меня в Царстве Небесном. И разбойник вошел в рай первый со всего мира. Женщина... То есть если ты при жизни раскаиваешься... При жизни. За гробом нет покаяния, приемлемого Богом. Нету. Все оторвано. И теперь в ад геяна огненная показана. Жизнь закончена. И будет суд Божий, он никогда уже не выйдет. День и ночь будет мучиться бесконечно. А правда ли то, что в аду есть случаи, когда ну, Господь вытаскивает людей, типа, или... 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 Как это называть-то? Или вот смотрите, вот... Есть ад, да? Есть, то есть, бес. Ну, Люцифер, Сатана, там, по-разному... Одно и то же это или нет. Вот. И есть, допустим, дьявол, да? Есть ад. И есть, допустим, грешники, которые попадают в ад. Там девять кругов ада вроде поданта. Там без разницы. И что, они, типа, в вечность там мучаются? Там же место не хватает. Да, так и написано. Пойдутся и в муху вечную, а праведники в жизнь вечную. Двадцать пятая глава Евангелия от Матфея. Я вам подтверждаю, где это написано и как. Главная книга мира – это Святая Библия. А разве он не превращает грешников потом в бесов, которые... Нет, нет, этого нет. Никакой реакорнации не существует. Однажды Христос умер, и однажды придет судить этот мир. Мировые часы все закончатся, часы все в мире останавливаются. Написано – времени больше не будет. Мировая история до этого, как началась, вот сейчас, это была доисторическая вечность, а это поисторическая вечность. И написано так. Христос, расставая с земли, Евангелие от Марка 16 глава 15 стих, и говорит – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Все на этом. Я вот обратился по Евангелию, после службы в армии, служил в морфлоте. А потом работал на Балтике. И в это время у меня все есть, стопроцентное здоровье, деньги. Но меня Бог спас от женщин. Мать сказала, с детства когда было, нельзя там пионеры, комсомол. И меня Бог обратил. 27 сентября, в 62 году, город Венспас, Латвия. И вот я вам когда скину, когда вы по скайпу зайдете, там, да можете сразу зарядить. Ролик называется «52 года в пути». Ну, по скайпу я не буду заходить, но вот после разговора Игнатий Лапкин, да? Да. Правильно. Вот вы зарядите один ролик хотя бы «52 года в пути» Игнатий Лапкин. Где я обратился и приехал на то место. Вы вместе со мной плакать будете. Ладно, пойду я дальше. Дай Бог вам здоровья. Вы очень интересный собеседник, начитанный. Всего вам хорошего. Дело вне насчитывания, в вере. Зачем насчитаны? Нет, в плане начитанности вы умные вообще. С вами интересно было послушать вас. Вот поэтому не откладывайте ни на сколько. Сразу сделайте, иначе самый главный день в вашей жизни – это сегодня. Завтрашний день нам не принадлежит. Я посмотрю про вас. А вот когда в Википедии зарядите, в Википедии Игнатий Лапкин, вы все в строчку сверху просчитаете. Там написано «Советский диссидент». Вы знаете это слово? Я знаю только советский. Вот. Это означает, что я был судим неоднократно. И только 25 марта в 87-м году освобожден, а реабилитирован 4 января в 92-м году, как жертва политических репрессий. Я просто с подругой тут сижу в Дискорде, вот, и поэтому полечу. Я не буду ни себя, ни вас задерживать. Так, заходите. С Богом. До свидания. Всего вам хорошего. Вы очень бедный человек, потому что даже бумаги нету. Рисуйте. Рисуйте на своей коже. Кожа ваша как пергамент. А, то вы про татуировки. Конечно. Бумага есть, бумага. Вот такая бумага она есть. И вы на этой бумаге могли бы написать. А вы пишите на себе. Бумаги нет у вас. Вы бедный человек. Понял. До свидания. До свидания. С Богом.